Министерство связи намерено составлять рейтинг самых грамотных и самых безграмотных средств массовой информации. Замглавы Министерства связи Алексей Волин объявил сегодня агентству РИА Новости, что по его мнению необходимо сделать список молодцов и подлецов, это цитаты, с целью защитить русский язык, который подвергается поруганию. Почему защитой русского языка занялось Министерство связи, а не Минкульт, это другой вопрос, я процитирую. Мы считаем, что мощным средством воспитательного воздействия может стать рейтинг и антирейтинга СМИ и ньюсмейкеров на употребление русского языка, то есть мы хотим сделать список молодцов и список подлецов, которые коверкают и корюжат русский язык. Конец цитаты. В качестве примера формирования нездоровой языковой нормы Волин назвал манеру говорить на Украине или в Украине. Угадайте, какой он вариант считает правильным. Ну, во-первых, теперь уж точно в Украине, только так. Во-вторых, по случаю хочу напомнить всем некоторые другие высказывания Алексея Волина, заместителя министра связи, ну, просто чтобы вы его вспомнили. Вот фрагмент его интервью в программе «Хардай знает» этим летом. Скандал, который вызвал недавний репортаж в эфире Первого канала. Когда Первый канал показал интервью с Беженко и Славянска по имени Галина Пышняк, которая рассказала о том, что якобы в городе Славянск распяли трехлетнего мальчика. Эта информация была многократно опровергнута всеми российскими журналистами, которые работали в этом городе, всеми мировыми журналистами, всеми жителями города, которые ни до, ни после не видели такого факта. Тем не менее, это ни разу не было опровергнуто ни Первым каналом, никаких извинений не было принесено. По мнению многих представителей журналистского цеха, это ровно укладывается в то, о чем вы говорили, что происходит падение журналистского профессионализма и качества журналистской деятельности. Как вы оцениваете этот скандал? Должны ли понести какое-то наказание те люди, которые имеют к этому отношение? Вам хочется, чтобы ваши коллеги понесли указания? Нам хочется прежде всего вашу позицию услышать. Моя позиция – все нормально. Первый канал брал интервью. Он показал то, что сказали в интервью. Полностью соответствует всем нормам и правилам и критериям журналистской этики. Есть человек, он говорит. Синхрон дали. Знаете, я просто помню, как полгода назад вы отзывались о деятельности другого телеканала. И вы говорили, что если после того, что сделал телеканал, несколько миллионов человек колбасит, то нужно в этом случае увольнять за идиотизм редакциями. Мне кажется, несколько миллионов человек колбасит. Ну и к рейтингу молодцов и подлецов сегодняшней истории до сих пор Алексей Волин вроде бы с такими высокоморальными требованиями к журналистам в принципе не подходил, о чем довольно откровенно повествовал в феврале 2012 года, когда читал лекцию для студентов жирфака. После этой лекции, снятой кем-то на мобильный телефон, колбасила, по выражению с того же блюстителя русского языка Алексея Волина, не миллионы, конечно, но многих колбаснула. Поэтому его журналист должен только помнить, что у него нет задачи сделать мир лучше, нести свет истинного учения, привести человечество в правильную дорогу. Это все не бизнес. Задача журналистка – зарабатывать деньги для тех, кто его наградил. А сделать это можно только став интересным зрителям, слушателям и читателям. И когда вопрос решают, то СМИ при этом пропагандистские задачи? Конечно, решают. В нем внимание каждого владельца СМИ, где есть задачи, которые стоят перед ним. И зачастую для владельца СМИ эта задача является дополнительным бизнесом. Но для того, чтобы пропаганда была эффективной, она должна идти по каналам, имеющим спросу веков. А значит, все равно она должна идти по коммерческой успешной каналам, приносящей лиц, а не гартируемым и исключительно другим. Если журналист дикторирует себя и показывает, и демонстрирует себя в качестве пропагандиста, то он плохой, но пропагандист. Потому что пропаганда должна быть явной, пропаганда должна быть скрытой. И только тогда она становится эффективной. Нам четко надо учить студентов тому, что выйдя за стену этой аудитории, они пойдут работать над дядей. И дядя будет говорить, что писать, а что не писать, и как писать, а тех или иных вещах. И дядя имеет на это право, потому что он младен. Может нравится, может не нравится, но это эффективная реальность, какова жизнь. И другой у вас не будет. Осознание и со стороны России, и со стороны наших партнеров, в том числе и в Украине, что у нас есть свои собственные национальные интересы. И совсем недавно, в мае этого года. Ответственность за ту ситуацию, которая сложилась в Украине, лежит на тех людях, которые совершили антиконституционный захват власти, государственный переворот, и на тех, кто поддерживал эти действия. Само же срывается с языка. Из какого языка? Ну, короче, если кто-то назовет вас, например, подлецом за то, что вы говорите в Украине, вы знаете теперь, что делать.